Добрый вечер! Прямой эфир, телефон на экране, можете звонить, делиться своими мыслями, задавать вопросы моим гостям. Я их представлю сразу. Инесса Сафоненко и Лариса Осмеховская. Волонтеры. Сейчас у нас так называется зоозащитники. Сейчас очень много программ. Я вчера видел по телевидению местному программу с участием зоозащитников. Это связано с тем, что возникла ситуация в Одессе, достаточно серьезная, с уничтожением животных. Собак, кошек, судя по всему. Некая организация, которая величает себя догхантерами. Такое иностранное словечко. Наездами, судя по всему, прибывает в разные города Украины. Сейчас они были или есть в Одессе. И занимается тем, что уничтожает как бы бездомных собак. Причем тут очень трудно сказать, где бездомные, где не бездомные. Но бездомные мы и так знаем, видим. Но при этом, при всем, зачастую мы с вами, как жители этого города, прекрасно понимаем, что есть собаки, которые просто хозяева выпускают погулять. К сожалению, без присмотра. И это я сам имел такое неудовольствие, я бы сказал, видеть. И иногда хочется спросить, чья это собака, крикают на всю улицу. Или наоборот, просто взять эту собаку и увезти. Для того, чтобы проучить ее хозяев, просто проучить. Потому что собака симпатична, породистая, спокойная, гуляющая, как правило, в травке у деревца. И непонятно, не дай бог, прямо у дороги, и не дай бог, она попадет под колеса, и совершенно не хочется рисковать этим замечательным животным. Я так говорю, потому что я сам собачатник. У меня всегда были собаки. Последняя собака умерла буквально два месяца тому назад. И это для меня было горе. Я прямо говорю. Это любимая собака. Итак, я хочу начать с сюжета. Сюжета, который состоялся, пикета, вернее, который состоялся возле управления областной полицией. Его нет. Значит, его нет. Мы не будем показывать этот сюжет. Хотя в нем все ясно. Это несколько человек, несколько женщин и мужчин, которые стоят с плакатами возле здания областной полиции. И выражает свое недовольство деятельностью полиции, в связи с тем, что она, мы будем так говорить, не очень активно борется с вот этими, ну, прямо скажем, убийцами животных. Так оно и есть. Да, так оно и есть. Итак, мы начнем, наверное, с вас. Да. Скажите, пожалуйста, это волна, наезд, некая охота или это постоянная действующая такая организация, которая борется с бездомными животными, якобы защищая от них граждан нашей страны и нашего города? Да. Значит, к сожалению, будем подчеркивать такую ситуацию, что это есть и на Украине, и в других странах. Ну, коснемся нашего города, непосредственно города Одессы, в котором происходят массовые убийства собак, массовые травления собак. К сожалению, это происходит на улицах в темное время, когда непосредственно живодеры, они же дакхантеры, дают собакам яд. Люди, когда идут на работу, они видят собаку в конвульсии. Кто не собачник, тот, конечно, не понимает, что с собакой, а кто и понимает, то сразу пытается какую-то помощь. Конечно, была проведена акция, митинг, будем так говорить, и пришло более 70 человек под нацуправление. Почему сначала пошли под нацуправление? Потому что, к сожалению, полиция у нас бездействует. С января месяца у нас есть заявление в полицию, и, к сожалению, бездействие. Если такое у нас, как вы говорите, сообщество, как в Докхантере, да, оно есть, они себя не скрывают. У них есть свой устав, у них есть свой предводитель, которому они, будем так говорить, поклоняются. Это Светогор, который рассказывает... Это фамилия? Да, это Светогор, это фамилия, причем, будем так говорить, что у него большие очень покровители, потому что недавние сюжеты, которые провел канал СТБ, было показано, как человек просто стреляет с городской квартиры, с балкона в собак. То есть у человека есть оружие, и, к сожалению, полиция наша не реагирует на вот такие вызовы. То есть вы приведите, приведите Докхантера, который травит, вы его чуть ли не за ручку поймаете. Извините, они все это делают тогда, когда нет волонтеров, когда на работе. В основном это в ночное время, потому что на утро происходят трупы собак, которые либо находят, либо еще, либо подойдя к собакам непосредственно, они травят собак, а травят они... Вот интересно, мне вот интересно, вот их идеология... Их идеология в городе не должно быть бездомных собак. Я вам скажу, что вот сегодня информация. Жители Белгород-Днестровска страдают от бездомных собак. Это, наверное, действительно так. Ну, скорее всего, по словам «да». Да, значит, судя по всему, стаи бездомных собак бродят по Белгород-Днестровску, укусили уже пожилую женщину, там, когда собаку укусила пожилую женщину, 10-летнего мальчика, тоже покусали. И жители Белгород-Днестровска обращаются к мэру города с требованием уже как-то обеспечить их безопасность. То есть, как может мэр обеспечить безопасность жителей города? Хочу подчеркнуть одну вещь. То, что порода бездомных собак нет. И понятия такого, будем так говорить, бездомные, это мы с вами делаем их бездомные. Те же неправильные, как говорится, заводчики, которые выбрасывают ненужных щенков, и собака становится бездомной. Либо по нетребности собака мне не нужна, я хочу другую, люди выкидывают. На сегодняшний день, я не знаю, как ситуация обстоит в Белгород-Днестровске, но, в принципе, так же, как и у нас, этим должно заниматься мэр. Должна быть программа, по которой оговаривается, что должно быть, какие службы должны, допустим, отлавливать. Я так понимаю, в Белгород-Днестровске нет службы отлова, как у нас есть в Одессе. Это коммунальное предприятие Цепи. Лариса, простите, я сказал уже, что у меня собаки были, и, как ни странно, будут обязательно. Обязательно мы... Вот, и у меня, моя фамилия была приклеена к нему, потому что у него был паспорт. Правильно. У него были там указаны его все клички, ну, как правило, там, да, там, мама, папа, дедушка, бабушка, мне трудно сказать, кто это такие. Вот, и было указано, что я хозяин этой собаки. Правильно, вы несете всю ответственность. Я несу за него всю ответственность, и я нес за него всю ответственность. Я с ним выходил, он очень большой был, его все боялись, это московская сторожевая. Я его не тренировал на людей, он был очень добрым и целовался со всеми. Но никто не знал, что он очень добрый и целуется. Поэтому он производил впечатление страшного пса. Когда выходили, значит, он уже не ходил буквально, потому что у него были парализованные ноги, к сожалению, последние два месяца, и мы его выносили. Когда мы его вынесли, положили, то какая-то хозяйка собачки, маленькая, из которой она шла, схватила ее на руки и прижала к себе, потому что очень боялась, что сейчас он бросится. А он уже был нетранспортабель практически. Но я за него отвечал. Вот можно ли проследить за тем, чтобы собаки, как вы сказали, заводчики, да, чтобы эти заводчики соблюдали правила игры. Они же продают этих собак. Можно, и при чем... Да, это обязательно. Должно в законодательстве быть закон, который внесен о том, что когда человек приобретает собаку, собаку надо чипировать. Что значит чипирование собаки? В базу чипирования собаки вносится кто хозяин и как хозяин. Адрес и контактный телефон. То есть, если собака пропала, тут же по ветеринарным службам имеется скан для чипирования. Если собака на самовыгуле, то я считаю, что такой хозяин должен быть наказан. Опять же, как узнать? То есть, по чипу собака отлавливается и по чипу понимается. А потом уже с хозяина спрашивать. Те же штрафы, когда собака, извините, сделала на улице все, что полагается собаке. Я считаю, что собачники должны убирать. В любом случае это надо. У нас должен быть чистый и красивый город. Чип – это одно из требований. Мы можем тогда отследить непосредственно, кто хозяин, где эта собака. Почему эта собака, допустим, бегает в Ильичевске, да? Спросить хозяина, а почему твоя собака в Ильичевске бегает, если ты живешь в Одессе? То есть, должно быть регулирование приплодов, а не так, как на староконном рынке. Люди взяли, независимо от каких денег, мы уже с этим сталкивались, когда хаски берутся и по тысяче евро, и они потом выпускаются. И выпускаются просто, хозяин не может урегулировать. Чип должен быть у собаки. Вот мы с Инессой говорили, и мы говорим сейчас с вами о собаках, ну, породистых, да? Это и не породистые должно касаться, это всех должно касаться. Не породистые собаки, вот в любом нашем таком близлежащем районе существуют там базы, всякие торговые и так далее. На территории этих баз или строительных площадок бегают стаи. Ну, не знаю, может быть даже выгодно этим охране их держать, по той просто причине, что они хорошие охранники. Да, они хорошие охранники, они могут, во всяком случае, они лают хотя бы тогда, когда кто-то перелезает через забор. И это бездомные собаки, совершенно. Они могут как быть в этом территории базы, так они могут выбегать оттуда, бегать, так далее. Вот что с ними делать. Что с ними делать? Я считаю, что все-таки городские власти надо остро поднять этот вопрос. Боля, они еще и плодятся, простите меня. Будем говорить так, вот сейчас нас озвучат, скорее всего, обязательно стерилизация, как домашних животных, которые не хотят иметь потомство и прослеживать, так же и бездомных. Я считаю, что городские власти должны принять постанову и обязать всех владельцев баз, которые содержат животных. Действительно, первое условие должно быть произведено. Стерилизация, она совсем недорогая. Контроль за потомством должен вестись очень четко. Это не так, что приезжаешь кормить собаку, которую хозяин забывает покормить, и тебе охранник заявляет, а у нас приплод, семь щенков. Для чего? Для кого? Давайте будем гуманны, давайте гуманным способом решать эту проблему. Стерилизация, прививки, это обязательный. И контроль должен вести сам хозяин базы. Если собака выходит за территорию базы, он несет тоже... Мы продолжим этот разговор. Сейчас я хочу пригласить Александра Шеремета, депутата городского совета, в стул, которого уже свободен. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Опоздали? Ну, вы, наверное, гуляли с собакой, я надеюсь. Только это может оправдать ваше опоздание. А у нас, по-моему, есть вообще знакомые. Возможно. Мы с вами очень знакомые. И давайте... Мы уже смотреть сюжет не будем, он уже готов, но не будем уже смотреть. Единственное, что мне бы хотелось уточнить. Вот ситуация с... Вы говорите, хозяев... Как обязать этих хозяев? Они же не хотят быть хозяевом. Законодательство. Они не хотят быть хозяевами. На законодательном уровне. И здесь мы обращаемся за помощью именно к нашим депутатам. Поспособствовать тому, чтобы был принят закон о содержании животных. Чтобы потом мы не привлекали в Одессу докхантеров, чтобы Одесса им перестала быть интересной. Равно, как и любой другой город Украины. Равно, как и любой. Кроме того, мне очень нравятся меценаты, которые финансируют политические партии. Собирают на автобусы, везут в Киев. А не могли бы эти меценаты, точно так же материально люди обеспеченные, помочь урегулировать этот вопрос? По-моему, это в интересах каждого жителя города. Сегодня в Одессе есть только станция, или как будем называть это, центр стерилизации. И есть небольшой приют, который официально существует, который ездит, одессит, кормит этих собак, но которые просто там живут. И он не безразмерный. Также я хочу подчеркнуть, что есть частные... И в Акаде строят Германию? Это немецкий приют, который на основе есть. Есть также частные, будем так говорить, приюты, которые на базе того, что у нас в городе нет муниципального приюта. У нас созданы, будем так говорить, волонтерами частные приюты, где содержатся собаки, инвалиды, собаки, которые были отравлены. Это у нас есть в городе. Не только приют, который официально зарегистрирован под титулом. Но со временем у нас в городе появится и бизнес, потому что все-таки развивается эта отрасль, и появится и бизнес. Появятся гостиницы для собак. Это понятно. Дорогие причем. Есть. С бассейнами, со спальными. Ну, почему-то, у нас могут, значит, хорошо. Да, если есть деньги. Вы стали инициатором обращения, Александр, по поводу животных. Что вы имели в виду? Вот обращаются все. Почему вы решили вдруг обратиться? Ну, во-первых, хочу поприветствовать всех присутствующих здесь в студии, зрителей. Почему именно я? Ну, наверное, потому что я уже порядка 15 лет занимаюсь бизнесом, который связан с животными. И та ситуация, которая сложилась, это вопиющая ситуация. Я, конечно, мимо нее пройти не мог. Несмотря на то, что я там был в тот вечер занят. Я прочитал эту новость и очень эмоционально, возможно, отреагировал. На сегодняшний день, я уже не буду описывать, что случилось, какая ситуация с докхантерами. Мы, помощники, под моим руководством написали два обращения. Первое обращение это в областное УВД о возбуждении уголовного дела по факту публичного заявления об совершении преступления, о котором заявил уже докхантер. То есть есть скриншоты этой странички. Надеюсь, что этот человек, или недочеловек, по-другому это не назовешь, не будет отрицать, что это его записи. Почему? Потому что прослеживается очень такое. Я сегодня просмотрел очень такой долгий путь его деятельности в кавычках с борьбой с животными. И то, что произошло, для меня это просто не то, что крайне неприятно. Я не ожидал, что есть такие у нас еще люди, и они ходят по нашей земле. Дорогие мои, мы еще раз будем осуждать. Мы будем их осуждать. Мы все вчетвером. Александр вообще имеет как бы бизнес отношения к собакам и к животным. А мы с вами просто их любим. В первую очередь. По двум причинам, а мы по одной. У нас причины, по-моему, одинаковые. Но при этом при всем. Мы прекрасно понимаем, что вот это движение дохантеров, это движение не просто людей, которые собираются очищать природу или защищать людей от животных. Это, скорее всего, все-таки некое такое сообщество людей, которые получают от этого удовольствие. А не просто занимаются, будем говорить, неким благородным делом защиты детей и стариков от злых собак. И это очень сложный тогда момент, не то что борьбы с ними, а во всяком случае каких-то препон поставить на их пути, чтобы они понимали, что это не безнаказанно, что это не так все легко, что это, ну да, действительно, это ведь по большому счету легко взять ливерную колбасу, засунуть, простите, в нее всякую яд какую-то, какую-то гадость и подбросить животным и уйти. Да. И уйти. Но они же, как выясняется, получают удовольствие от того, когда видят мучения. Конечно, они видят мучения животного, они видят мучения волонтеров, которые пытаются спасти собаку. Это психически ненормальный садизм, который, извините, на сегодняшний день, это угроза не только собакам, животным, но и людям. Я объясню, почему. Потому что если человек, у человека плохо с сердцем, и он пытается, увидев это, а зрелище это не для слабонервных, у человека может быть инсульт, у человека может быть инфаркт, у человека может быть, если он бронхоастма, то есть у него спазмы. То есть это люди, которые предоставляют угрозу как живому животным, так и населению. Любой человек, это увидев, это ненормально. Тут не только идет о взрослых людях, с вашего позволения продолжу, и о детях. Это может произойти на глазах у детей. И вы правильно сказали, что этот человек обладает серьезными психическими отклонениями. Они должны пройти, в первую очередь, медицинское освидетельствование. А то, что у них психические расстройства, уже у нас сомнений нет. Если этот недочеловек хочет показать свое доминирование над братьями, надшими, младшими, но точно нездоровый, если он хочет показать какую-то свою силу, или какой-то свой героизм, пожалуйста, у нас есть зона АТО. Вперед, пошел. Но таких людей нужно изолировать. Поэтому я написал обращение в областное УВД, для того, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, которым было публично заявлено. Кроме того, мы обнаружили в социальных сетях, с людьми общаясь, что этот человек, оказывается, он имеет высшее образование и адвокатскую лицензию. Уже лишен. Уже лишен. Лишен уже, да? Лишен давно уже лишен. Видите как, а я уже успел написать в ассоциацию адвокатов о том, чтобы... Ничего, ничего страшного. Служба журналистов. Да, лишен, да. Уже написано было в ассоциацию адвокатов о том, что данный персонаж занимается такими вещами. Но, естественно, если будет возбуждено уголовное дело по факту, есть единый реестр ЕРДР, который сегодня не только в Одессе и в Киеве. И будем наставить на то, чтобы произведены были допросы вот этого человека и всей его банды, так называемой, которая сегодня орудует еще и в Одессе, я так понимаю, он пытается открыть такие филиалы. Поэтому нам нужно, вот мне как депутата, это мой единственный инструмент, все, что я могу сделать. Общественный инструмент общественников – это предотвратить дальнейшие попытки вот таких издевались с нас животными. То есть он сегодня анонсирует, что он будет в Херсоне, в других городах. То есть надо встречать и необходимо проводить или гражданский арест, а это кодексом предусмотрено административным, и необходимо препятствовать. Что могу сказать, вот вы говорите сегодня о том, чтобы были приняты какие-то законы. Мы как депутаты городского совета не принимаем законы, хотя это можно сказать, что мы занимаемся законотворчеством на уровне местных советов. Какие-то нормы, нормативные акты. Но мы принимаем программу. У нас существует программа, она существует довольно давно, с 2006 или 2007 года. Программа называется «Программа защиты животного мира и регулирования численности, по-моему, поголовья собак и кошек». Нет, только собак. Собак, прошу прощения, да. И могу сказать о том, что эта программа работает. Почему? Потому что в 2006 году, в 2007 году, ну, так, поголовья, в принципе, это говорят, численность собак была порядка 50-70 тысяч собак только в Одессе. Сокращение произошло до 20 тысяч в 2014 году и до 10 тысяч собак в 2015 году. Это статистика, которая приводит сегодня... Немецкий прием. О чем идет речь? О том, что город... Вот сейчас программа принята 2016-2017-2021 год на 5 лет. Выделено денег, предусмотрено денег порядка 5 миллионов. Это деньги на отлов собак, на их вакцинацию, стерилизацию, лечение. И в случае, если собака не поддается какому-то лечению, она бешеная или еще что-то, то, конечно же, существуют гуманные методы эвтаназии. Вот, собака умертвляется, ну, и там эксгумация производится, сжигание, то, что, насколько я там знаю, я не вдавался в подробности дальнейшей судьбы животных, но какие-то есть гуманные методы, когда собаку нельзя уже, ну, можно по-русски сказать, реанимировать. Но в целом собаки лечатся, чипируются и отпускаются. К сожалению, тоже у меня есть вопросы к немецкому приюту. Ну, нужно дать должное, потому что немецкий приют – это не организация, которая датируется городскими или государственными властями. Она построена как раз по принципу финансирования инвесторами, или же это организация, которая существует на гранды. И спасибо грантодателям, которые, да, за границей находятся и сегодня поддерживают. Но город сегодня, видите, не имеет возможности создавать такие приюты. С одной стороны, если мы будем создавать приюты, городской совет, да, и выделять достаточно серьезные деньги, то сегодня люди, которые находятся в стесненных социальных условиях, будут говорить, послушайте, нам тут есть нечего, и так далее, вы собак. То есть тут очень противоречиво. Люди, которые содержат собак, любят собак так, как я, там, они, конечно же, будут помогать всячески. Вот я там несколько лет помогал, выделял там какое-то количество для приобретения корма. Это у меня получалось. Но сегодня я вижу, что происходит, допустим, тем же немецким приютом. Собаки вылавливают со всего города, привозят немецкий приют и не всегда возвращают на место дислокации, в которой была выловлена собака. Я несколько раз уже на аппаратных совещаниях, на исполкомах поднимал вопрос, почему немецкий приют отпускает эти собаки, от этих собак, и собаки расходятся как раз, вот мой депутатский округ граничит как раз с немецким приютом. Селекционный институт, аэропортовский селекционный институт. И самая большая концентрация бездомных собак сегодня находится у меня как раз на округе. Я с этой проблемой с первого дня своей депутатской деятельности столкнулся. И я все хорошо это знаю. Тут есть еще одна проблема. Большое количество бездомных собак и собак домашних, это, вот я нужно поднимать этот вопрос, вопрос цивилизованного выгула собак. По статистике, которая есть у меня, порядка 10 тысяч килограмм собачьего помета, экскрементов, да, у нас сегодня каким-то образом расставляется на зеленых зонах, на асфальте и так далее. Это не только бездомные собаки, полисадники, это еще и собаки, которые имеют своих хозяевов. Поэтому необходимо сегодня поднимать социальную культуру людей, которые, ну, владельцев собак. Сегодня как раз первые проводятся акции по тому, чтобы убирать экскременты за своими собаками, какие-то ящички и так далее. Я это приветствую и буду поддерживать. Поэтому это правильное сейчас стремление, там, европейская тенденция. Я сам увидел полиэтиленовые мешочки, девушка шла с полиэтиленовой перчаткой. Да, это все убирается и ничего зазорного здесь не случится. Она все это подняла, все это положила. Извините, все, что сделала ее собачка, бросила в мусорное ведро вместе с перчаточкой. Ну, я не буду отвлекать ваше время, потому что не я один сегодня в службе. У нас звонок еще вам, наверное. Говорите, пожалуйста, мы же в прямом эфире. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. У меня немножко такой, так сказать, странноватый на первый взгляд вопрос. Он не имеет отношения к этому виду разновидностей животных. А вот у меня вопрос господину Шеремету, как в определенном смысле представителю Васти. Вот он-то помоложе несколько нас с вами, Игорь Николаевич. А вы-то наверняка хорошо помните, что происходило с вороньем в 60-е годы. И куда-то оно делось. И появилось только в последние годы. Вот что-то с воронами собираются делать? Потому что они уже закаркали, закаркали, извините. Это все к деньгам. Понятно, спасибо. Это я не думаю, что Александр Шеремет ответит вам на этот вопрос. Ну, я вам скажу, что тогда, когда эти вороны появились, я еще бегал с рогаткой. Тогда я боролся именно с такими методами. На сегодняшний день... Там какие-то звуки тогда подключили, на Пушкинской, это я помню. Да, ультра высоких частот. Да, какие-то звуки. И эти вороны оттуда улетели. Но я принял сведения, я этот вопрос подниму, по крайней мере, для себя. А то, что как автомобилист, я могу сказать, что вороны – это небольшая радость. Это принято к сведению, я понял. Я попробую поднять этот вопрос и посмотреть, если проблема актуальна, займемся. У нас заканчивается время, я хочу вас просить всех. Я понимаю, с одной стороны, дохантеры – это люди, которые, мы можем их называть как угодно, но это люди, которые играют в свою игру. Это азартные люди, которые занимаются, вот нашли они себе это применение, охоту эту в городских условиях. Я уверен, что немногие люди могут им противостоять по той простой причине, что опасаются, что у него может быть оружие. Сейчас оружия очень много на руках. И задержать человека зачастую, вот вы знаете по последним всем событиям, задержать человека достаточно сложно, учитывая то, что он может вынуть бог знает что, и разговор закончен. В то же время, благородные волонтеры, которые занимаются тем, что они как-то пытаются уберечь животных от этих, будем так их называть, бандитов, довольно сложно, потому что они не на каждом квартале, не на каждой базе, не на каждом сквере и так далее и тому подобное. Наши сегодня хозяева домашних собак, домашних животных, уже начали доходить до совершенно феерических европейских уровней. Они уже одевают их, я видел, в плащи, в теплые чуть ли не дубленки и тому подобные вещи. Эти бедные собачки зачастую двигаться не могут, потому что упутаны так, что напоминает такого чучела для борьбы, знаете, это весь. Но это другая сторона медали. Как уберечь вот тех животных, которые иногда бегают по нашему городу, иногда как-то недавно, я хотел забрать собаку, если честно. Ну, мне стремно, я еще не отошел от той, если честно. Вот вышел здоровый рыжий пес. Я стоял на тротуаре на машине, кого-то ждал, не помню кого. Он вышел с подворотника на Пушкинск. Он вышел и сел. Он сидел и внимательно наблюдал за улицей. Он смотрел по сторонам умными, очень какими-то такими мудрыми глазами. Он посидел, наверное, минуты три-четыре. Мимо него ходили люди, его задевали сумками, он ничего не обращал внимания. Посидел, потом очень солидно поднялся и пошел внутрь двора. Вот так же мудро и спокойно, как он вышел. Для чего он выходил? Наверное, просто познакомиться, увидеть своим хозяйством. Это ведь его участник, Пушкинское, вот это, возле дома. Но вот эту собаку и подобные, как уберечь от того, что их могут просто убить? Уберечь только одним способом. Наши власти, наша полиция должна заниматься и реагировать на те заявления, которые мы приносим. Хочу обратиться к нашим гражданам-одесситам неравнодушным. Если вы увидели факт отравления собаки, сейчас на многих сайтах, соцсайтах мы бросаем, что необходимо применить. Не пугайтесь вызывать полицию. По законодательству полиция должна приехать. Мы это делали неоднократно. И вызывается следственная группа. У нас есть факт того, что собаки в парке Горького были потравлены. Тоже вызывала следственная группа, были взяты собаки на экспертизу хлебодарская. Люди должны не бояться. По большому счету, докхантеры, они боятся нас, простых людей. Потому что на днях был отловлен один, как говорится, докхантер, который потом очень-очень сильно испугался. И на сегодняшний день, к сожалению, полиция сказала, что нету состава преступления. Но сейчас по городу работают патрули, будем так говорить, зоопатрули. Это простые ребята, которые после института, после учебы, работы, в ночное время, несмотря на то, что сейчас пошло похолодание, разбились все по пунктам и контролируют, где и как. Кто-то ходит по пять человек, кто-то один и перезвоны. То есть все это есть. Это по большому счету, они нас боятся. Понятно, что докхантеры человеческий фактор. Они травят тех, кто не может дать сдачи. Он будет травить собаку, к сожалению, та, которая любимица двора, та, которая может подойти повилять хвостом. То есть они вот таких собак травят. Ну, понятное дело, что за всем уследить невозможно. В первую очередь обращение к полиции. И вторая сторона медали, это все-таки приведение в какой-то порядок уличных собак. Это может сделать каким-то распоряжением наша городская власть. Та программа, о которой я говорил, это и есть путь к тому, чтобы как-то систематизировать находение. Это программа стерилизации. Стерилизация? Ну, к чему она ведет? К тому, что дальше собаки не размножаются. Сами они туда не придут. Но вот те же докхантеры на своих страничках и в своем уставе, они, тот же Святогор, говорит, их не устраивает программа города. Пункт отлов, стерилизация и выпуск. Это не мера для того, чтобы собаки были, как говорится, в городе. Для них город должен быть чистый. Они считают, что они санитары города. И поэтому, но, к сожалению, у нас есть большие вопросы по программе, которые... А вот, скажите, я можно это дополню? Буквально, если дойти 30 секунд. Смотрите, что происходит в Европе, как работает, какая практика в Европе. Я ее не поддерживаю, потому что они сторонник, сторонник гуманных методов, вот как сейчас работает программа. Но в Европе происходит так. Отлов собак, тоже стерилизация или не стерилизация. Какое-то время собака находится в этих гостиницах, как вы говорите, там есть, я так понимаю, городские гостиницы. И потом передают или предлагают жителям города собаку на порубки взять себе домой. Если собака какое-то время не востребована, да, происходит там гуманное умертвление собаки. Сначала усыпление, а потом умертвление. Это такая система, такая программа работает на многих европейских городах. Я ее не приветствую, ни в коем случае не хочу рекламировать и говорить, что это правильно. Но так работает в Европе, так они очищают Европу. Но те методы, которые сейчас у нас есть, они говорят о том, что популяция собак сокращается, почти в 4 раза сократилась за 7 лет. Мне кажется, что... Бездомных. Я сейчас тоже скажу то, что, наверное, меня не ожидает как от любителя собак. Я думаю, что от собак, гуляющих без присмотра по улицам, надо, конечно, избавляться. Но давайте будем говорить более... Но избавляться совершенно другими методами, совершенно на другом уровне, совершенно по-другому. И это во-первых. Во-вторых, я понимаю, что Европа может похвастаться уличными собаками в очень малом количестве, если вообще они есть. Я не видел в Европе собак уличных. Я видел всех собак, которые ходят с поводками, на привязи. Ну, хозяина я не видел. Более того, я иногда опасаюсь человека, который идет и ведет достаточно большого пса, который, может быть, очень дрессирован, может быть, очень хорошо дрессирован, но который идет у его ноги даже. Я почему-то, мне кажется, что в какой-то момент эта привычка ходить возле ноги может не сработать. И эта собака, которая не находится под контролем непосредственным хозяина, может сделать все, что угодно. У меня-то создается такое впечатление, опасение. Вот, потому что со своим псом я гулял только на поводке и держал его в любом случае, даже тогда, когда он уже... Опять же, незаконодательство должно регулировать это все. Это совсем другое. Ну, вы знаете, нам нужно, наверное, не перевоспитывать, потому что нам очень трудно перевоспитывать наш народ. Мне так кажется. Наших людей. Как беззаветно любящих, так и беззаветно ненавидящих. Надо убрать предмет вот этого безобразия, которое называется убийство собаки. Поэтому вот то, что вы сказали, мне кажется, правильным. Собака, любая собака должна иметь место прописки. Да, в любом случае это всегда должно быть. Место прописки. И за нее должен отвечать тот человек, которого она сторожит, с которым она живет, у которого она берет еду, который балует его детей, да, и с которыми они... Человек взял на себя обязательство, он должен отвечать. Вот адрес, адрес этой собаки должен быть обязательно. Тогда эти дух-хантеры просто нечего будут делать. Дело не в том, я прошу прощения, дело в том, что еще раз поднимаю вопрос о том, что у нас в городе нет муниципального приюта. Муниципальный приют необходим, потому что если собаку сбила машина, либо покалечили, а у нас есть и такие, как говорится, экземпляры, и куда девать собаку, которая без ноги? Нет, ну это вообще... Извините, это наработки у нас это есть. Куда девать собаку? Здесь можно именно как раз городским уластям обратиться за помощью. Да, непосредственно. Пожалуйста, придумайте, программа работает, а приюта нет. Здесь могут оказывать вам большую, огромную помощь сами волонтеры. Кроме того, здесь можно найти людей, которые, если немецкий приют спонсирует Германию, жители Германии, здесь точно так же... Будут одесситы. Кто-то с одесситов будет, только до них надо донести эту программу, оповестить о ней, выставить, создать фонд, сделать счет. И я думаю, что люди будут принимать участие. Но точно так же, если хозяин купил собаку, а потом ее выбросил на улицу, он должен за это нести ответственность. Именно для этого чипирования просто необходимо. Я с вами согласен, я принимаю к сведению и в поддержку ваших слов. И нет, я вот с нашими гостями... Это не к вам приятно. Нет, я представитель сегодня, говорят власти, но я на самом деле представитель людей, потому что я представительский орган в городском совете, представитель людей, еще и собак. Когда я люблю свою собаку, я вам скажу, что когда прихожу домой, я беру в первую очередь своего сяму на руки, а потом только сына обнимаю. Ну, уже так завелось, и никто на меня не обижается. Есть и обратная сторона этой медали, о том, о чем вы говорите, должна быть прописка. Потому что люди, с одной стороны, любят собак, с другой стороны, опасаются. Когда собаки бездомные, у людей возникает мысль, что есть опасность, опасность, угроза его жизни. У меня на округе только за последний год было преобращение покусов людей. И там одну женщину разорвало ногу очень сильно. Поэтому здесь эта медаль имеет две стороны. И очень противоречивый вопрос. Но я все-таки занимаю сторону гуманного отношения к собакам. И сегодня нужно разрабатывать методы и меры по спасению животного мира. Лариса, вы хотели сказать номер телефона контактный? Или кто-то из вас хотел? Контактный номер. Контактный номер телефона. Куда звонить? Есть ли отравленная собака? На сегодняшний день немецкий стерилизационный центр сделал службу, которая непосредственно выезжает. Которую можно в интернете? Да, но, к сожалению, они работают до 4 часов. Следующий вопрос. Также собаку нашли. Куда мы можем ее деть? Как нам ответили в немецком приюте главврач, что собаку вы можете завести в клинику ближнележащую, а на утро привезти непосредственно в ветеринарную клинику. Да, но, значит, чтобы спасти собаку, при отравлении это занимает от 3 до 5 и 10 тысяч. Поэтому это скидываемся, просим народу, помогите, спасите ситуацию. Где-то ее пробывают и так далее. Там не только, там, естественно, идет реанимация непосредственно. Но у нас в городе, еще раз подчеркиваю, нету пункта, куда я могу привезти собаку. Который бы работал круглосуточно. Да, который бы работал круглосуточно. У меня на попечении находятся тоже животные, также мы с волонтерами общаемся. И вот, допустим, у нас сейчас две собаки, которые без лап, которые были сбиты машиной, а другую переехала просто машина посреди. И, к сожалению, немецкий приют не может их оставить при себе. Куда девать такую собаку? Люди тоже не могут забрать. Они ее спасли, они ее выходили, они как могли, то есть, помогали в лечении. То есть, любое лечение – это деньги. Куда нам везти собаку? Естественно, кто-то оставил возле улицы на 2 минуты, а кто-то оставил... Ну, организовывайте фонд. Вот я знаю, общественный фонд. Уваживайте. Вообще-то они должны быть. Ну, смотрите, у нас есть фонд, не фонд, будем говорить так, председатель общества защиты Химченко, также защиты животных. Есть Мамот, который, извините, скорее всего, по возрасту, она уже не может регулировать ничего и отвечать на звонки. Она, все, что она сделала, она говорит, в прошедшем времени, которое было 5-7 лет тому назад. Все. К сожалению, у нас нет. Мы обращаемся к властям за помощью. Мы были на заседании у Котлера. Это хорошее дело, в принципе. Во всех отношениях. Это было хорошее дело. В политическом, в человеческом. Мы вам поможем. В общественном, в гуманном. Вот все сходится. Если вы от наших городских властей, от депутатского корпуса займетесь тем, что будете, извините за плохое слово, простите, крышевать общественные организации, которые бы организовали фонды. Благодаря этому фонду проводили бы какие-то действия, лечение и так далее, и тому подобное. Это было бы здорово, и у вас были бы избиратели, которые бы просто лаяли от радости. Это точно. Я могу вам пообещать, что в ближайшее время я донесу всю информацию и мысль до мэра нашего города. Постараюсь получить поддержку. В любом случае, я уверен, что она будет. В том или ином формате мы попробуем начать сотрудничество именно с городскими властями. То есть ситуация, знаете, накалилась, и мы ее должны разрешать. А также можно... У меня большая, очень большая, действительно огромная просьба к одесситам. Вы видите, в ваших домах живут бездомные коты, может быть, бездомные собаки во дворах ваших домов. Пожалуйста, соберитесь, стерилизуйте животных. Приют на шестом километре принимает звонки в понедельник с 8 до 8.30. Вы записываетесь на очередь, вы только отвозите животное. Его стерилизуют, забираете через некоторое время, и у вас во дворах больше нет бездомных котят. У вас во дворах не ходят щенки, которые, опять же, потом вырастут и будут сбиваться в стаи. Будьте гуманны. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за ваше дело. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.